друзья добрый день меня зовут максим вы на канале алания жизнь без купюр новогодние праздники уже наступают у нас зима в самом разгаре погода просто сумасшедшая плюс 20 градусов я в олимпийке недостаточно жарко но суть нашего видео не об этом давайте с вами поговорим о том как можно сделать себе вид на жительство если у вас нет недвижимости в собственности в турции если вы все-таки не заключили договор аренды на долгосрок мы не берем получение вид на жительство туристического по учебе по изучению турецкого языка и по многим другим параметрам мы поговорим сегодня о договоре поручительства что и такое с чем его едят итак друзья моделируем примеру ситуацию мы знаем что внж по недвижимости по покупке недвижимости может получить родители собственники жилья до или и дети до 18 лет предположим что вам приехали дети приехали напустим они межсезонье и пока квартиру на долгосрок они не нашли но они просто сняли квартиру просто живут но визовый режим примеров россия да это 90 дней в полугодии за один раз можно жить 60 дней хочется остаться подольше и как быть в этой ситуации к нам приехали дети я рассказывал той ситуации которые сейчас у нас произошла мы по договору поручительства своим детям сделали вид на жительство то есть документы подаются все точно также весь такой же пакет документов который нужен для оформления внж ссылка посмотрите она в описании как получить внж 7 шагов мы пошли к нотариусу и заключили договор поручительства да то есть что он подразумевает он подразумевает то что дети и неважно это дети это может быть даже посторонний человек неважно кто мало ли там приехал какая-то подругу подруги нет квартиры она не может там жить то есть ситуации вполне различные могут быть мы заключили договор поручить с которым сказано что мы берем себе поручаемся за этих людей что они будут здесь жить мы будем их кормить мы будем их поить они гарантируют что они не буду здесь работать и этот договор прикладывается в пакет документов которые вы сдаете на рандеву друзья какие еще документы нужны помимо этого помимо этого обязательно в нашей ситуации мы предоставили свой этапу копию мы предоставили ксерокопии своих паспортов мы предоставили копии своих и кометов также понадобится справка об адресе и и получает в муниципалитете в белье дее то есть ребята ко всем пакет документов паспортам прикладывать также справку об адресе по которому они в принципе будут проживать но понятно что они проживать будут по нашему адресу они будут проживать по другому адресу ну я думаю все форма это такие формальности если принести себя вести спокойненько то можно избежать различных проверок и ничем это абсолютно не грозит это что касается именно нашей ситуации вашей ситуации вполне возможно будет по-другому как опять я повторюсь дети приехали хотят остаться подольше пусть позволяет и так далее без всяких проблем а также с ребят попросили ксерокопии паспортов с отметкой о въезде в страну то есть да ксерокопия паспорта главная страница и страница со штампом о пересечении границы друзья поэтому без проблем все это делается очень просто у нас рандеву было у детей через две недели после того как мы подали заявку через зайд миграционной службы поэтому если у кого какая ситуация если дети просто которым старше 18 лет и они хотят здесь бывать чаще находиться дольше то все мы рекомендуем сделать договор поручительства пример еще раз да родители купили здесь квартиру дети приехали детям допустим по 20 лет приехали сразу подавать документы друзья пусть у них будет вид на жительство в любой момент захотели приехали никаких вопросов у вас не будет со стороны контролирующих органов которые бывает бывает и не бывает на смотрят кто живет по квартирам что приезжал кто приехал родственники не родственники либо вы сдаете никаких проблем не будет у ваших детей будет вид на жительство также друзья хочу вам добавить и обратить ваше внимание вот на какой нюанс очень много различных разговоров споров в интернете фейсбуке на а то можно ли выезжать с момента того как подана заявка на получение видно жительство так вот друзья вчера я был миграционной службе инспектором узнали что если у вас в рамках вашего визового режима остались дни пребывания в турции то вы после того как подали заявку вы можете покинуть пределы турции ребята это очень важно почему потому что все спрашивают может нельзя нельзя либо можно так вот покидать пределы турции можно до рандеву после того как вы прошли рандеву выезжать за пределы турции нельзя важная деталь друзья что договор поручительства делается именно на тот срок на который выдана именно вам внж то есть есть у нас внж сентября 2020 года по сентябрь 2021 года а наши дети заключили договор поручительства в декабре то у них вид на жительство будет действительным до сентября 2021 года как то так друзья вот об этом я хотел вам сегодня рассказать нашем коротком видео образец договора я прикреплю и описанием нашли грамм канал спасибо что смотрели нас друзья ставьте лайки подписывайтесь всего доброго и пока